Обстрелы ОБСЕ. Сегодня на Донбассе боевики открыли огонь по сотрудникам миссии в районе пункта Нелеповка под Торецком. Об этом сообщает штат Опериации Объединенных Сил на своей странице в Фейсбуке. Вражеская мина разорвалась в 250 метрах от машины ОБСЕ, когда наблюдатели запускали беспилотник для мониторинга. По предварительным данным обошлось без пострадавших. Кроме этого, по данным Генштаба, под огонь боевиков попали жилые кварталы Горловки. О том, что происходит на передовой, расскажет наш военкор, военкор Игорь Левенок. Вот это ДШК работает. Это ДШК. Луганское направление. Нулевые украинские позиции в районе поселка Крымского. В последнее время это название регулярно появляется во фронтовых сводках. Сначала операции Объединенных Сил российско-оккупационные войска на той стороне зашевелились. Ежедневные обстрелы, работает вражеское стрелковое оружие, минометы и артиллерия. То есть бывает, что стреляют сначала по одним, потом переключаются на следующих. То есть они бьют по участкам. То есть не так, чтобы в одну точку. Они бьют сразу по всем там по участкам. Роман хлопочет на кухне. В полевом котле варится гороховый суп. Все чаще готовить приходится под свист вражеских пуль и снарядов. Буквально пару дней назад было. Вечерю только начали готовить. И свистило так нормально, БМП работало. Водбывается певное загострение. С боку российской стороны мы имеем обстрелы из больших калибров, это и 120, и 82 калибр. Кроме того, обстрелы из БМП и стрелковое оружие – это ежедневно. Наши военные рассказывают, этот участок фронта выгоден для наступления украинской армии. Боевики это понимают и бесятся. Сейчас не проходит и недели, чтобы враг не совершал попыток выбить наших бойцов отсюда. Особенность этих позиций заключается в том, что нашим военным приходится здесь держать почти круговую оборону. Наши позиции расположены клином, и армейцам часто приходится быть под перекрестным огнем. Мы стоим как бы в аппентиците здесь, и по нам российские войска стреляют в трех направлений – спереду и с боков. Могут даже как бы и косым огнем, почти в тыл нам стрелять. Мы как бы в круговой обороне здесь. Кроме огневых атак, оккупанты прибегают еще и к психологическим. Нашим бойцам на телефон периодически поступают СМС-сообщения с угрозами от боевиков. СМС-ки. То обстрелы из Градов, то еще что-то. То готовьтесь, сегодня мы будем вас убивать. Ну такое. Но ребята говорят СМС-ками их не напугать. Большинство солдат здесь родом с Донбасса. Кому-то повезло – наемников выгнали из родного города. А Александр четвертый год сражается с врагом и мечтает освободить отцовский дом в Донецке. Я уверен, что в конце концов мы закроем свои границы, освободим свои оккупированные города, наладимся, жизнь, и будет продолжаться, будет Украина цветы. Из Луганской области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности – телеканал Интер.